Ежегодный кинофестиваль «Золушка и ее друзья» завершен. На протяжении года прошел ряд мероприятий, в котором приняли участие более 2000 детей в возрасте от 5 до 17 лет. На церемонии награждения в Апатитском дворце культуры побывали Владимир Наточий и Иван Солодков. Торжественный финал 13-го киномедиа-фестиваля «Золушка и ее друзья» был открыт словами благодарности. В этот году мы поменяли формат. Мы сделали театр для детей. Вы помните, на открытой золушке он показывал один спектакль и сегодня покажем второй спектакль. Потому что театр – это тоже искусство, искусство, которое надо принимать и которое надо любить. К сожалению, в нашем городе и вообще в городах России, к сожалению, мало показывают детских, профессиональных спектаклей. А вот именно отсюда, именно от спектакля идет духовность, духовность человека, духовность воспитания. Вот самые главные вещи, которые идут и были на руси. После этого всем зрителям артисты Московского театра показали музыкальный спектакль по мотивам сказки об Аладине из «Тысяча и одной ночи». А хотите, хотите я что-нибудь разрушу? Нет, ты! А хочешь – молчи! Я еще не все сказал! А хочешь – я построю новый дворец в Апатичном! Театрализованное представление иногда выходило за рамки сцены. Джин появлялся из разных углов зала, вызывая бурный восторг публики. Затем юным Апатичанам вручили дипломы и ценные подарки за победы в творческих конкурсах. Ребята нарисовали более 700 рисунков, посвященных фестивалю. Это афиши и кадры из известных мультиков и сказок. В номинации «Лучший кинофильм» гран-при получили ученики 11 класса 15-й Апатитской школы. Мы снимали видео, сказки, которые поставил на 11 класс для маленьких детей в нашей школе. И это были самские сказки, они сами их сочинили. И этот театр помог нам победить. В общем, мы работаем, создаем какие-то фильмы каждый раз, когда нас просят руководители. Ну и пока недовольны, мы тоже работаем, стараемся. А уже осенью в Апатитах «Золушка» соберет друзей на новый фестиваль.